Добрый день, дорогие друзья! О славе Божьей будет короткое это видео. И поводом к этому послужил случай, который произошел, скажем так, с одной молодой женщиной. И она разведена, у нее есть ребенок. И в ее жизни произошло такое событие, что она попросила прийти к ней на дом ремонтников. И это был дядя со своим племянником. И вот этот племянник, молодой человек, он проявил к ней внимание. По работе она дала им телефон. И этот молодой человек в течение двух недель проявлял к ней телефонный интерес, заботу, спрашивая ее, как она себя чувствует. И он начал сознаваться в течение короткого этого времени о том, что он в нее влюблен, и что он хотел бы жениться на ней и взять на воспитание ее сына и заботиться о них. И эта молодая женщина пришла в смятение. Она не знала, как отвечать на такие порывы внимания. И, конечно же, каждый человек одинокий, он хотел бы встретить свою половину, чтобы создать семью. И не в одиночестве. Это трудное время, которое дано людям проводить свою жизнь. И она обращалась, может быть, к своей подруге, задавала вопросы, что делать, как поступать, как отвечать на эти знаки внимания. И когда она посвятила меня в эту ситуацию и спросила, что делать, то я сказал, есть решение человеческое, на человеческом уровне. Но я предлагаю, чтобы мы помолились, и чтобы Бог ответил на вашу эту заботу. И молитва у нас была простой и короткой. И мы провозгласили, Господь, если этот человек от Тебя, если это Твой человек, то пусть пройдет устройство во взаимоотношения. Но если этот человек не от Тебя, а от врага, то чтобы эти взаимоотношения расстались. То есть вернулись в исходное состояние. И в этот же день, по словам этой молодой женщины, она в обеденный перерыв вышла со своей подругой погулять. И подруга ей сообщила информацию о том, что этот молодой человек ее обманывает. И она ему написала об этом в сообщении, и они расстались. Слава Божья! Бог иногда отвечает в этот же день, как в данном случае. Настолько Он любит своих детей. И я хотел бы в Евангелии от Луки напомнить всем нам историю. Это будет 11 глава, 11 стихом, где Иисус Христос говорит такие слова. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы?» Итак, земной отец любит своих детей и заботится о них, но по земному, по человеческому уровню. А Бог, который все знает, все видит. И если женщина или мужчина принадлежат ему, если они признают Иисуса Христа своим Отцом Небесным, то, коль скоро обычный отец позаботится, насколько лучше позаботится Отец Небесный, Иисус Христос, о своих детях. И это происходит. И слава Богу Ему. Посуждайте вы об этом, а я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.